Исламский образовательный медиапортал Насаат Медиа представляет Помощь Каждый новый день я просыпаюсь с чувством необходимости выполнить свое предназначение служить Создателю через совершение молитвы и помогать Его созданием ради Него. Так появляется уверенность и счастье. Когда ты отдаешь другим то, чем владеешь, это больше, чем то, чем владеешь. Если знаешь, что помогаешь другим, то это делает тебя счастливым. Без этого чувства большинство людей никогда бы не делали ничего просто так. Помощь сближает людей, она создает любовь и единство, она распространяет счастье. Некоторые люди считают, что помощь ограничена только бесплатным выполнением работы. Но пророк, саллиллаху али и вассалям, учил нас смотреть Шиди, например, когда он помог Салману Фариси, дав ему золото, чтобы выкупить его из рабства. Этот пример вдохновил меня, когда увидел коллегу по работе, столкнувшегося с финансовыми проблемами. Я взял за привычку встречать новый день с вопросом о том, как у него дела. Я понял по языку тела, что у него проблемы. Я спросил у него, почему он выглядит озабоченным. Он открылся мне, сказав, что ему нужен костюм для встречи с важным человеком, но он не может себе его позволить. Он не ожидал, что я одолжу ему денег, ведь он едва знал меня. Он переспросил меня, серьезно ли я это говорю, и я убедил, что я был серьезен. Я затем пожелал успеха на вечерней встрече. Он не только поблагодарил меня, но и пригласил на встречу со своим отцом, которого не видел годами. Я согласился и сказал, что посчитаю это за честь. Так родилась новая дружба. Пророк, саллиллаху алейху ассаляма, всегда превосходил ожидания тех, кто не знал его. Незнакомец сразу начинал любить его по причине его помощи окружающим. Пророк, саллиллаху алейху ассаляма, сказал, что лучший из людей тот, от кого люди получают больше пользы. И будучи лучшим созданием Аллаха, он не упускал возможности помогать другим. Я спросил у мужчины, могу ли я помочь чем-либо. Он ответил, что не нуждается в помощи. Но было тяжело наблюдать за тем, как он долго перетаскивал эти коробки. В этот момент я вспомнил историю о том, как пророк, саллиллаху алейху ассаляма, увидел незнакомую старую женщину, которая не словище. И он помог ей, несмотря на то, что она сказала, что ей не нужна помощь. Мухаммад. Я спросил его, позволить мне помочь ему. Он вначале смутился и отнесся ко мне скептически, но был слишком уставшим, чтобы отказать. Мужчина улыбнулся, когда мы завершили работу. Его улыбка напоминала мне улыбку Майка, когда я одолжил ему денег. Это была улыбка, выражающая облегчение и благодарность. Внезапно этот мужчина, который был настроен скептически ко мне, стал горячо благодарить меня и уверять, что он никогда не забудет, как я помог ему. Я улыбнулся и сказал, добро пожаловать, сосед. Но история не завершилась на этом. Существует множество высказываний пророка Валерий Саляту Ассалям о помощи, а примеры его помощи бесконечны. Посланник Аллаха. Ты никогда не упускал возможности оказать помощь, и ты вдохновлял остальных на оказание помощи. Ты всегда был примером. Ты копал ров, находясь бок о бок со своими сподвижниками, разжигал огонь, собирал камни. Ты воплотил концепцию помогающего лидера и научил, что оказание помощи – привилегии, а лидерство – ответственность. Это был загруженный день, и я еле успевал на встречу с Майком и его отцом. Когда я зашел, то Майк встретил меня и представил меня своему отцу. Люди говорят, что мир мал, а я же говорю, что этот мир Аллаха. Как же удивительно его предопределение. Я и отец Майка были поражены в тот вечер. И когда мы встали разойтись, он спросил меня, «Откуда ты?» Я американец, мусульманин-американец. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал, «Кто уберет тягость верующего в этом мире, Аллах уберет ему тягость в судный день». Аллах помогает верующему, пока верующий помогает своему брату. Посланник Аллаха, свет твоей сунны светит ярко и сегодня. О, Аллах, позволь людям полюбить его через любовь к нам, и позволь полюбить тебя через любовь к нему. Субтитры создавал DimaTorzok